Барон, будешь уху? Барон не хочет ухи. Да? Он хочет мясо. Итак, друзья, как и обещал, буду показывать рецепты блюд, которые я люблю готовить. Сегодня мы приготовим простую уху для мрачных условий из голов карпа и карася. Вот я перед Новым годом готовил жареную рыбу, заморозил их, потому что у нас котов нет, а Барончик не любит рыбие головы. Я их прополоснул, вымочил хорошо, приготовил пару картофелин, морковку, лук, соль, черный перец, горошковый и молотый, пучок укропа, январь месяц, 2-3 число, 3 января, сложно найти свежий укропчик. У кого нет свежего укропа, можно сушеный, который мы заготовили летом, либо семена укроп добавлять. Люблю добавлять хмели, цунели, немножко аромата, у каждого может быть из вас другой рецепт, но самый простой рецепт, который необходим, который мне нравится. Итак, сейчас будем чистить овощи, варить их, минут 15, картошку, морковку и лук, минут 15-20 для готовности картошки, потом бросаем рыбу, голову рыб, хвостики рыбьи, вот, и минут 5-7 они поварятся, и уха будет готова. Сейчас посмотрим за процессом, понаблюдаем, как я это делаю. Итак, приступаем к помырке и овощей. И теперь в кастрюлю наливаем воду, ложим овощи, варим, когда она будет готова, закидываем голову карпа. Смотрим дальше. Зажигаем газ, наливаем воду, шинкуем овощи. И укропчик надо, ваше кури. Укропчик бросаем за 5 минут до готовности ухи. Буквально можно бросать тогда, когда голову уже будет почти готова. Все, смотрим, ждем, когда наша картошка и морковка будут готовы, потом бросаем туда все остальное. Проверяем готовность, готова ли у нас картошечка и морковка. Проверяем готовность, теперь бросаем нашу рыбку. Теперь бросаю 3 листочка укропа. Бросаю лук, укропчик мы оставляем на окончании приготовления. Теперь берем горошковый перец. Буквально 6-8 таких вот горошин. Солю я уху всегда в конце. Кто-то солит в начале, но я всегда солю в конце. И ждем, когда закипит. Рыбы обычно готовится 5-7 минут, то есть не больше. То есть не надо, чтобы она сильно разваривалась, потому что расползется. Вот так вот, смотрим, когда она закипит. Итак, наша рыба закипела. Делаем маленький огонь, значит не забываем снимать шум. Надо было лук бросить потом, после шума, но в принципе он потом и сядет. Можно добавить немножко хмели-сунели для вкусу и аромата. Так, черный перец, уже можно добавить укропчика. И для более экзотического вкуса семян укропа. Размешиваем и делаем маленький огонь и 5 минут пусть кипит. Ну что у нас получается? Вот наши головы всплыли. Теперь в конце я солю немного, для того чтобы не пересолить. Как закипит, нужно проверить на вкус, на соль. Достаточно соли в ухе или недостаточно? Вы, может, обратили внимание, что я воды добавил чуть больше. Было где-то литра 3 и еще литр, где-то 4 литра ухи получается. Так, вот еще столько добавляем. Теперь перейдем, куда закипит. В ухе главное юшка. Итак, наше ухо от киски готово. Пробуем еще раз на соль. Можно еще чуть подсолить. Но лучше, лучше не досаливать. Каждый себе сам может самостоятельно просолить уху в своей миске. Все, достаточно. Все, уха готова. Можно выпечать. Пусть она настоится чуть-чуть. Так, теперь берем миску. Наш черпачок. Словим картошечку. Самую большую голову сюда. На стол. Берем цыбульку. Вот так. Ну что, попробуем, что у нас получилось. Приятного аппетита. Барон, будешь уху? Барон не хочет ухи. Да? Он хочет мясо. Так что, друзья. Ставьте лайки. Дизлайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал Кэтч Азэ. В следующем видео будем смотреть другие рецепты. Как готовится борщ. Как готовится плов. Ну и то, что нравится мне. Я уверен, понравится и вам. Все. Приятного аппетита. Пока-пока. 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 Это вкус грибер? Пока-пока. В общем, вы Rideе бы?